Микс Ньюс Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии И наш гость сегодня это руководитель Латвийского инфекционологического центра, депутат Рижской думы, бывший министр здравоохранения Байба Розенталес. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Ну, мы будем сейчас говорить, наверное, ну, во-первых, СИЗО начинается сейчас, чего только у нас нет. Во-вторых, у нас очень много вопросов по поводу общего состояния в Латвии, потому что, мне кажется, иногда нам чего-то недоговаривают, так что будем сейчас развеивать мифы и узнавать всю правду. Ну, начнем, наверное, действительно с того, что стало холоднее, люди чаще болеют, и, конечно, ну, вот холод, который приходит к нам, сразу меняет нашу одежду, наши привычки. Вот, что обязательно ли, вот некоторые уже готовятся к тому, там, в офисах, что обязательно начнется волна простудных заболеваний, начнутся проблемы, когда пополовина офиса не выходит на работу. Вот, что нужно ли действительно, как обычно говорят, человек чувствует, я что-то сегодня там приболею, вот нужно ли выходить, ходить на работу до последнего, или лучше, наоборот, тактика один-два дня переждать, а затем уже работать? Вы очень квалифицированы, вы уже все рассказали, надо сказать. Он часто на больничном, я даже с болью у вас вообще не болею. Совершенно верно вы рассказали. Надо сказать, что вообще циркуляция вирусов верхних дыхательных путей, то, что в народе называют простудными заболеваниями, просто так простуда не бывает, это в основном вирусные инфекции, там и заразные насморки, аденовирусы, и респираторно-сенсориальные, очень разные названия. Но проявление – это симптомы ОРЗ, это все началось в сентябре месяце. Как дети пошли в школу, несмотря на то, что была и хорошая погода, и бабье лето, все было, но все равно вирусы циркулируют. Почему мы это знаем? Потому что по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения с 40-й недели года начинается так называемый мониторинг вирусов. То есть, если человек обращается, все равно школьник, ребенок или взрослый к семейному врачу, или попадает в больницу со сложениями ОРЗ, например, пневмонией или воспалением передаточных пазух, может быть, в таких случаях берется мазок из зева и носа и присылается в вирусологическую лабораторию Центра инфектологии. Это единственная вирусологическая лаборатория, совершенно достаточно для такой небольшой страны, как Латвия. И поэтому мы знаем, что все время циркулировали, начиная с риновирусов, заразного насморка, значит, и аденовирусы, и вирус парагриппа, который не имеет ничего общего с вирусом гриппа. А сейчас началась медленная, очень медленная, но циркуляция вируса гриппа. На данный момент в стационаре Центра инфектологии уже выписались 4 больных гриппом. Это совсем немного. И раньше января вряд ли грипп, как эпидемическое заболевание, начнется. Но, отвечая на следующий вопрос, если человек чувствует, что появляются какие-то катаральные проявления, то есть насморк, боли в горле, кашель, общие недомогания, ломота в косяхе, и еще повышается температура, естественно, он источник инфекции, и он вредит и себе, потому что надо дать возможность организму отдохнуть, принимать жидкость, пить савитамин, ничего особенного против вирусных средств, ведь против других вирусов ОРЗ, кроме гриппа, нет. И побыть дома в зависимости от того, какая вирусная инфекция. По клиническим проявлениям семейный врач может сказать, и надо брать больничный лист. Ибо, с одной стороны, можно получить осложнение, самое серьезное – это воспаление легких, а с другой стороны, конечно, заразить других и в офисе, и в больнице. Например, если больной врач или медсестра приходит, она же заражает и пациентов, которые лечатся в больнице, обычно более такие серьезные случаи лечатся, разные, и они получают внутригоспитальную инфекцию. Тогда вот вопрос такой, что делать с детьми, например, которые приходят в сад или в школу, и вот это любимое родительское – это у нас остаточное. Там остаточное такое, что, мама дорогая, не каждый взрослый выйдет на работу. Действительно ли после заболевания вирусом каким-либо или даже просто ОРЗ, вот эти остаточные проявления, там насморк или какое-то покашливание, они безобидны, в принципе, и безопасны для окружающих? В зависимости от того, что было и как долго ребенок был дома. Если ребенок был неделю, может быть, то и две недели, то он не заразный. И действительно, остаточное явление обычно не насморка. Бывает такой раздражающий кашель, но он недолгий. Ну вот, как вы сказали, покашливание. Но это не будет так, что там полчаса, и не может пообедать ребенок. Конечно, больного ребенка привозить в садик, несмотря на то, что это очень большие сложности и с работой, и с нянечкой, и кто будет смотреть за ребенком. Но мы должны брать во внимание, что больничный лист дается маме или даже бабушке, которая, это очень надо подчеркнуть. А папе дается, а то маме и бабушке дается, а папе не дается. Вы знаете, как, все-таки у нас патриархальное общество, где в основном мужчины зарабатывают все-таки больше, чем женщины. Это не стопроцентно, но если смотреть в среднем, это есть, мы это знаем. Поэтому всем, кто будет одному человеку, кто будет ухаживать родственнику. Я бы хотела задать такой вопрос, немножко такой, наверное, вопрос профан, но, тем не менее, попытаюсь сформулировать. Есть теория о том, что каждый раз, когда мы принимаем антибиотики, и, соответственно, организм их воспринимает, антитела борются, бактерии борются и так далее, каждый раз мы чуть-чуть недолечиваемся, мы не можем полностью истребить все бактерии. И вот эти вот бактерии, которые остались, это остаются самые сильные бактерии. Соответственно, следующий раз, когда мы принимаем антибиотики и опять кого-то не добиваем, грубо говоря, эти бактерии становятся еще более сильными. И в конце концов это приводит к тому, что вырабатывается и одна, ну скажем так, супербактерия. И в конечном итоге лечиться и антибиотиками, и вообще лечить какие-либо вирусные инфекции, там, не знаю, туберкулеза до гриппа, становится намного сложнее. Так ли это? Верно, но эти бактерии остаются не в организме человека. Конечно, если человек лечится правильно и принимает полный курс антибиотиков, но не при вирусной инфекции, только при бактериальных инфекциях. Поэтому очень большая ошибка лечить вирусов антибиотиками. Это если осложнение бактериальное, тогда надо антибиотиками. Но вне организма, то есть мы вылечили, но вне организма, естественно, остаются самые сильные бактерии. И чем шире без нужды будем использовать антибиотики, а это уже случилось, мультирезистентность разных бактерий очень распространена по всему миру. Но, к счастью, в северных странах, и в том числе и в Латвии, резистентность еще бактерий не столь высока, потому что у нас очень сильный надзор над употреблением антибиотиков. То есть, я скажу, надо обязательно иметь рецепт. Нельзя просто зайти в супермаркет, как это за океаном, к сожалению, где самая высокая резистентность бактерий, из-за чего даже такая внутригоспитальная инфекция распространяется, что надо было госпиталей взорвать, то есть ликвидировать и строить в других местах больницы, потому что в больницах как бы начали жить очень супер бактерии, которые выдерживают любые антибиотики. А вообще, одна из всех приоритетов на следующие 20 лет Всемирная организация ВОЗ сказала, что именно антибактериальная резистентность, то есть устойчивость бактерий против существующих известных антибиотиков. А новые все меньше и меньше делаются, потому что очень трудно придумать. Но это вообще естественный механизм, потому что ведь бактерии, и все микроорганизмы, не только бактерии, и вирусы, и паразиты, и там веншу, никак это, но это не важно, микроорганизмы, они жили миллиардами лет, и только потом появился человек. И человек должен жить вместе с этими бактериями. И, конечно, если люди когда-то много погибали от чумы, от разных других инфекционных заболеваний, то сегодня мы выучились даже ликвидировать определенный, например, натуральную оспу. В мире ликвидировали, официально объявили в 1980 году, прекратили вакцинацию против натуральной оспы во всем мире. Но это не значит, что вирус в какой-то момент не может появиться. То есть этим я хочу сказать, что микромир, он должен выжить так же, как мы. И как мы принимаем какие-то меры, то есть придумываем лекарства, как себя вылечить, как увеличить продолжительность жизни. Люди уже не умирают от бактериальных пневмоний. Ну, не скажем, что совсем не умирают, но вообще, ведь это можно вылечить, естественно, и в большинстве случаев это вылечивается. А бактерии придумывают механизм, как сопротивляться, потому что они тоже должны выживать. Конечно, это нормальное взаимодействие, совершенно нормальное. Телефоны в нашей студии 67212-939, 67213-939. Вы можете звонить, задавать вопросы. Кстати, вот по поводу бактерий, действительно, по-моему, я читал, что в годы Первой мировой войны, когда огромное количество снарядов поднимало почву, почву, вот многие связывали эпидемию испанки с тем, что как раз-таки бактерии, которые, может быть, там тысячелетиями лежали, ну, где-то были похоронены в земле, они оказались на поверхности, это привело вот к такой глобальной эпидемии. Вы знаете, это будет неверно, потому что испанку вызвал вирусы. Принципиально новый вирус гриппа, который образовался. Ведь вирусы гриппа, они очень коварны. Свои для людей и свои для животных и птиц. А во внешней среде они встречаются и передают генетическую информацию друг другу. И если появляется человеческий новый вирус, который преодолел вот этот барьер, порог животного к человеку, тогда возникает эпидемия. И испанка – это принципиально новый вирус. Так и так же было в 2009-2010 году, когда появился так называемый свиной грипп. Но это не свиной, это человеческий, а грипп, пандемический, как бы, подтип H1N1. И с тех времен, с 2009 года, всё время в каждой эпидемии имеется и этот подтип. Но что я хочу сказать, что, опять-таки, люди придумали, как защитить себя, но не поголовно всех вакцинируя, но вакцинируя группы риска. Потому что почему? Грипп единственный из, то есть вирус гриппа, единственный из вирусов верхних дыхательных путей, который способен вызвать одновременно заболевание большого количества людей. Что называется эпидемией? И перемещается скоростью перемещения людей. Поэтому вакцины против других вирусов ОРЗ даже не пробовали делать, потому что это не так страшно. Грипп принципиально другой вирус гриппа. Он поражает не эпителиальные клетки. Размножается, конечно, в эпителиальных, но токсин поражает микроциркуляционный бассейн. То есть мелкие кровяные сосуды. Они во всех органах, куда доносится кислорода. И поэтому против гриппа имеется вакцина. Но вакцина предназначена, ну, конечно, для всех, которые не хотят заболеть, или даже если заболеют, то будет легко болеть. Но в основном для людей, которые принадлежат группам риска. А группы риска – это те, которые имеют другие заболевания. Сердечно-сосудистая система, например, гипертоническую болезнь, сердечную коронарную болезнь, лёгочные заболевания, туберкулёзы, хронические пневмонии, даже хронический бронхит курильщиков. Больные с хроническими заболеваниями печени и почек, с сахарным диабетом дети до 5 лет, а до 2 лет государство даже покрывает стоимость вакцины 100%, компенсирует, и, к сожалению, бременные. Бременные раньше в группе риска не принадлежали. Но это с появлением вируса, вот этого, о котором я говорила, пандемического ААШ-1Н1, потому что они болели тяжело, и в Латвии тоже. Умерло, кажется, 7 или 8 бременных за это время 2009 по сей день. Но в последнее, в прошлом году не было ни одного сметельного случая среди бременных, потому что ВОЗ вёл в группе риска бременных, и гинекологи, акушеры сами занимаются рекомендацией вакцинации. Но, естественно, у нас вакцинация добровольная. И что делает государство? Для детей до 2-летнего возраста 100% компенсация, и для бременных 100%. Для остальных, упомянутых мной групп риска, которые расписаны в постановлении Кабинета министров, 50% компенсация вакцины. Но, естественно, вакцинироваться могут и другие, которые просто считают, что время – это деньги, или просто время, и не болеть морально. И ещё группа риска – это медики. И что я хочу сказать? С одной стороны, если говорить о инфектологах, то, естественно, они должны иметь специфический иммунитет, чтобы работать во время эпидемии и оказывать помощь. Это естественно. А в многопрофильных больницах медики те, которые приносят вирус гриппа и заражают пациентов. А те пациенты, которые приходят, например, на плановые операции, они должны быть вакцинированы или отложить, если они говорят, я не хочу вакцинироваться, отложить операцию на период, когда не будет эпидемии гриппа. А почему? Потому что человек получает тяжёлую… То есть будет тяжело оперирован по поводу какого-то другого заболевания. Что это значит? Человек хочет жить, хочет жить качественной жизнью. Это же было просто неумно – завалить гриппом и умереть. В прошлом году от гриппа вирус гриппа взял 86 жизней, и из них 16 были такие люди, которые заразились в больнице гриппом. То есть грипп – это очень серьёзное заболевание. Вот если мы говорим об эпидемии, а у нас звонок, да, давайте, пожалуйста. Здравствуйте, алло. Доброе утро. Доброе утро, пожалуйста. Вы только что сказали, что у инфитологов должен быть специфический иммунитет. Не могли бы вы побольше об этом рассказать? Можно ли это как-то померить? Или это просто естественным путём в ходе работы определяется? То есть, получается, ведь не каждый человек может стать тогда инфитологом. Я хочу стать инфитологом. У тебя нет специфического иммунитета. Всё, не прошёл. Экзамен из зала. Специфический иммунитет. Очень хороший вопрос. Специфический иммунитет можно приобрести только переболевая. Какая-то определённая инфекция, ну, например, корио или коклюшем. К счастью, не болеют, дети получают вакцины. Или после вакцинации. Вот это специфические белки, которые образует иммунная система. Они циркулируют в крови. И когда приходит, ну, если говорить о гриппе, вирус гриппа, он нейтрализуется. Такой механизм специфического иммунитета. Но я полагаю, что радиослушатель думал о том, как, может быть, повысить неспецифический иммунитет. Потому что мы бы все вымерли, если у нас не было неспецифического иммунитета. Конечно, он у нас есть. В первую очередь, это клеточный иммунитет. У нас активные иммунные клетки. Называются они там по-разному. Моноциты, макрофаги, лейкоциты. Что они делают? Классический механизм в средней школе учат. Это фагоцитоз. То есть пришёл вирус или бактерия, побежал лейкоцит туда смотреть, как я говорю, и взял в себя, втянул и съел. Это очень так просто сказано. Но это механизм фагоцитоза. Но тут что надо сказать? Это генетически обусловленный. То есть, опять-таки, вы о саде, как говорили. И во время как раз вспышки и гриппа, и ОРЗ, я далека от мысли, что много вакцинированных, потому что данные – это около 2% всего населения и в группах риска в основном. И всегда есть 2-3 ребёнка в группе, которые никогда не болеют. Вот никогда не болеют. У них очень сильный клеточный иммунитет. Потому что они же заражаются. Они в контакте с остальными. Это воздушно-капельная инфекция. Но у них сильный клеточный иммунитет. И что мы можем делать, чтобы его повысить? Ничего. Потому что это генетически обусловлено. Но мы в дальнейшей жизни можем его не портить. А портит это алкоголь и курение. Тогда действительно ли это так, что, допустим, вторые дети или третьи дети в семьях, они действительно болеют меньше? Потому что у меня, например, двое детей. Старшая у меня мало болела, но болела. Младшая, видимо, получая микродозы каждый раз, когда старшая приходила со школы, она практически не болеет. То есть такие микродозы, микробактерии. Или вирусов. Потому что у неё развивается специфический иммунитет. Вот когда эти маленькие... Это практически... Главное, чтобы не курила и не пила. Потом. Да, но мы же не предполагаем, что дети это делают. Хотя это совсем другой вопрос, конечно. По поводу эпидемии. Достаточно серьёзный вопрос. Потому что вот сейчас прошла информация по поводу того, что Латвия, к сожалению, на первом месте по заболеванию с ПИДом вообще в Европе. И у нас это уже обретает какой-то уровень действительной эпидемии. И об этом очень мало говорят. Действительно ли это так? И почему вообще так происходит? У нас мало информации. У нас недолечиваются. Что вообще происходит? Почему именно так происходит? Да. Можно сказать, что мы в это первое место вырвались два года тому назад. То есть мы реально на первом месте? Да, мы действительно по открытию новых случаев и по общему числу на 100 тысяч населения, если пересчитывается. У нас в абсолютных цифрах на учёте почти 8 тысяч ВИЧ-инфицированных. В основном они лечатся в центре инфектологии или наблюдаются, но, к сожалению, действительно у нас был период, когда лекарства оплачивали только в последних стадиях ВИЧ-инфекции, который называется СПИДом. Ну, когда фактически лекарства ничего много уже не давали. Как-то там, может быть, на несколько лет продлевали жизнь. Но с 1 октября прошлого года в Латвии тоже, к счастью, пришли к тому, опять-таки, по рекомендациям, очень строгим ВОЗа, и есть такая организация по контролю за инфекционными заболеваниями в Евросоюзе, которая находится, локализуется территориально в Сокольме, но она евросоюзная организация, центр ECDC по контролю инфекционных болезней и наблюдению за ними. Они сказали, как диагностируете, так обязаны лечить. Сто процентная компенсация лечения. Но уже были эти многие случаи заболевания. И многие люди в тот период, пока они, ведь очень коварная инфекция, начинаются с неспецифическими симптомами, потом 10-12 лет совершенно никаких симптомов. И потом, бах, оппортунистические, то есть разные инфекции, которые у людей с хорошим иммунитетом неповреждённым не бывают. И онкологические заболевания, и поражение нервной системы. И вот в этот момент, конечно, надо начинать лечить, и мы можем начинать лечить, но это уже поздно. Поэтому что надо делать? У нас нет культуры делать анализы. Совершенно верно. Как можно больше. И я вообще сторонник скрининга. Но не такого, чтобы на улице кого-то поймать. Но когда человек пришёл к семейному врачу по поводу другого заболевания. У нас только что была очередная очень большая конференция для семейных врачей-интермистов. Уже четвёртый год, вот я руководитель программы, но это не важно. Но был очень большой интерес. Это в Риштум-Страдинской университете проходят такие конференции. Ну, и там мы рассказывали практические клинические случаи. Совсем немножечко теории. И я акцент только делала на то. Пришёл к вам пациент, уважаемый коллега. И у него какие-то симптомы. И, может быть, это действительно ОРС. А почему один раз в году не предложить тест на ВИЧ-инфекцию? И вкратце рассказать о ВИЧ-инфекции. Это ведь недорого для государства. Пациент не должен это оплачивать. А это скрининговый анализ, который дальше уже подтверждающий пойдёт в референс-лабораторию в Центре медиктологии. И тогда у нас будет окончательный, да, инфицированный или нет, не инфицированный. Потому что первичные анализы, они очень высокочувствительны. Они могут быть и ложноположительными. То есть они поймали другие антитела. Но они не пропускают случаи, когда очень низкая концентрация антител. И могут диагностировать очень рано. Вот при помощи этих анализов то же самое. Мы показывали случаи, когда пациенты уже с такими тяжёлыми, в стадии СПИДа инфекционными болезнями попадали в региональную больницу. Потом даже в университетскую. И были даже не урохирургически прооперированы. А там заболевание апартонистическая инфекция, токсоплазмоз. То есть и только потому, что не взяли тест на ВИЧ-инфекцию. Диагностировать, диагностировать лабораторно. То есть если врач не предлагает провести такой тест, то просто нужно взять себе где-то ремарку, что там раз в год, раз в полгода. Совершенно верно. Вне зависимости от того, какой образ жизни ты ведёшь, ты сдаёшь определённые анализы и всё. Потому что уже совсем это отпало. С 1999 года в Латвию попали наркотики с Афганистана. И тогда, когда начали пользоваться очень многие внутривенными наркотиками, у нас пошла вверх эпидемия ВИЧ-инфекции. Но всё равно мы не достигали эстонцев в Нарве. Ну а теперь, когда много источников ВИЧ-инфекции зашёл нормальный механизм передачи, сексуально-трансмиссивный, гетеросексуальным путём, если это секс незащищённый. А это естественный механизм передачи. Поэтому нельзя сказать, что вот болеют какие-то, ну как иногда говорят, плохие мальчики и девочки. Нет. Совершенно разного возраста, совершенно обычные люди. Но это то же самое, наверное, что у нас в Латвии происходит с туберкулёзом, потому что у нас тоже очень высокий показатель. Туберкулёзом лучше становится. Но никогда не поборем туберкулёз, пока у нас будут больные с ПИДом. Потому что в стадии СПИДа оппортунистическая инфекция самая частая – это туберкулёз. И поэтому у нас теперь туберкулёз держится на, можно так сказать, тех, которые ВИЧ-инфицированы. В стадии СПИДа присоединяется туберкулёз, потому что иммунитет ослаблен. А вообще вот эти мероприятия по строгому контролю, то есть эти контакты обследовались. Надо сказать, это, конечно, должны... Просто мы очень тесно работаем с специалистами по туберкулёзу, и они очень квалифицированы в Саурэше. И они дают эти данные, что туберкулёз идёт вниз, но это было и до 90-го года. То есть это идёт вот так синусоидом. Поэтому надеяться, что мы когда-то совсем уничтожим инфекционные болезни – это глупость. Это просто невозможно, потому что мы говорили, микроорганизмы должны выжить. Но, тем не менее, конкретного человека мы должны защитить. Поэтому и там скрининговое обследование – это оригинологическое обследование. У меня вопрос сразу. Человек, предположим, озаботился, пришёл, сдал анализы. И что дальше? То есть кому ему нужно обратиться, чтобы вот эти анализы... Он же сам не сможет понять с этим... Нет, 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 нет. Там же все эти пункты, да, нет, да, нет. Нет, нет, нет. Тот, кто заказывает анализ, а анализ заказывает врач, тот и получает ответ. Поэтому ответ у врача. Если семейный врач это сделал, то он скажет, вы знаете, теперь вы должны сдать второй анализ, мы подождём, это будет подтверждающий, или наоборот сказать, вы знаете, я второй анализ не буду, пожалуйста, в центре мифтологии, и там вне очереди принимаются эти пациенты, потому что это не секрет. Вы имеете в виду, если анализы были положительные? Положительные первые, да. Но это врач говорит, потому что пациент сам не получает, только если он сам заказал, скажем такое, пошёл в лабораторию частную, сказал, я хочу на ВИЧ-инфекцию, вот это будет, это вообще анализ бесплатный, но он хочет заплатить. Вот тогда он сам заказчик, и тогда он сам получает, и он может идти к своему семейному или приходить в центре инфектологии. Да, ну то есть ты можешь получить сам, если ты сам и заказал, если ты делаешь через семейного врача, получает врача, то всё, кто заказывает, тот и получает. В общем, чтобы было всё понятно. Вот вы сказали о том, что болеют плохие мальчики и девочки, мне кажется, это у нас такой просто чудовищный стереотип, потому что несколько лет назад я делала большое интервью как раз руководителем центра, вот в Саурешах, да, туберкулёзного центра, и мы как раз с ним говорили о том, что болеют все слои общества просто. Совершенно верно. Я когда заходила туда, я была тоже поражена, то есть это не какие-то там алкоголики, которые сидят на скамейках, это абсолютно обеспеченные люди, которые приезжают на крутейших машинах, но вот так вот. Вот. Вот эта инфекция, в том числе и туберкулёза, мы действительно настолько слабые перед ней, почему вообще она происходит, какая-то передача, мы же, ну, не знаю, мы не бегаем там по каким-то странным местам, где кашляют странные люди. Откуда? Вот все человек в офисе, вдруг раз и заболел. Да, ну, вы знаете, мы общаемся каждый день с многими людьми, и мы не знаем, кто источник инфекции. Конечно, это вот потом в эпидрасследовании стараются определить, кто же был источник. По части удается это, чаще это все-таки соседи, члены семьи. То есть, ну, это я говорю, лучше, конечно, рассказали бы пневмонологи, потому что они очень четко это знают. Но вы очень верно сказали, что перед инфекционными заболеваниями, особенно воздушно-капельными, где, если нет специфической профилактики вакцинации, фактически все одинаковы. И вообще против любой бактерии, вируса, паразита, микроорганизма все люди одинаковы, только их генетически обусловленный не специфический иммунитет. И заразная доза, которая попала в организм, определяет то, заболеет человек клинически манифестированным болезнью легкой, средней, тяжелой, тяжелой или не заболеет. У меня вопрос, наверное, который тоже может быть многих наших слушателей волнует сейчас, приближается вот забастовка медиков. И, ну, ситуация очень сложная, понятно, нервозная. Вот насколько, ну, вот люди могут ли с приближенностью наступлением поры как раз-таки вот инфекции, повального инфекционных заболеваний, не останутся ли они без медицинской помощи? Вот, ну, как бы вы могли прокомментировать и объяснить ситуацию? Я ознакомилась с всеми выступлениями как профсоюза, так и общества молодых врачей. Конечно, меняются поколения и меняются. Это мы могли и ожидать. Политикам надо было прогнозировать, что так, скажем, на таком сухой пайке, если можно сказать, держать медиков нельзя. Потому что их просто не стало. Они начали уезжать, и их нет. И если бы не было пенсионного возраста медики, то я вообще, или резиденты, то кто бы лечил, да? Но что касается неотложной помощи, то все сказали, что неотложная помощь будет доступна. Потому что, ну, медики, они ведь всё-таки, я знаю по себе, знаю по своим студентам, коллегам, идут в медицину для того, чтобы помогать людям. И поэтому, я думаю, ни один медик не готов не оказывать, не оказывать неотложную помощь. И в том числе, надо сказать, инфекционные заболевания или заразные заболевания, они вдвойне опасны. Они, во-первых, опасны для самого пациента, который болеет и нуждается в госпитализации, например, и в помощи в стационаре. И, с другой стороны, это общественно такие болезни, которые опасны для общества, потому что они заразные, они распространяются. И, конечно, по инфекционным будут, по неотложным будут получать, да? Но то, что активность появилась медиков, и такая очень серьёзная, это в основном обусловлено тем, что не выполняются те обещания, которые были даны. И я помню своих родителей. Моя мама, которая тоже медика, она медсестра Красного Креста, 50 лет отработала, сейчас в уважаемом возрасте, 92 года. И она, когда я с ней общаюсь, она, конечно, совсем другого поколения человека, она не может представить, как это так, что могут быть и какие-то акции. Но я думаю, что поступают правильно, потому что родители учили, что можно давать только те обещания, которые можно выполнить, да? Да? И действительно, так они поступали. Я всегда знала, если мама, папа сказал, что вот так будет, то мы с братом могли совершенно положиться, что так будет. И поэтому я считаю, что на уровне правительства, то и очень серьёзно, если сказать, что будет, ну, нельзя давать обещания, которые нельзя выполнить. Если дали, значит, надо пересмотреть бюджет. Я сама была и знаю, как бюджет делается. И это политическая воля или нежелание. И когда нам объясняют, что, ну, было 132, если я не ошибаюсь, миллиона, которые мы там как-то распределили, чтобы было пропорционально, и всем как-то по чуточке что-то. Ну, я, конечно, там не сидела и не знаю, как на сей раз было. Но, конечно, очень трудно удержать пятипартийную коалицию, да, которая имеет каждые свои интересы. Но всё равно я стою на позициях. Когда обещали, значит, надо выполнять обещания. Да, а я вернусь к здоровью. Я понимаю, что у вас, я думаю, что чётко понимаю ваше мнение по поводу антипрививочников, да, которые категорически против вакцинации. Что вы думаете по поводу вот этого общего, для меня лично, мифа о том, что прививка каким-либо образом может вызвать аутизм? Вы знаете, во-первых, медицина 20 века, эта медицина основана на доказательствах. И мне так посчастливилось, можно сказать. Я была в школе Джона Кеннеди в Харвардской университете. Но вопрос, конечно, был чисто такой политический, о переменах 21 века. Но мне удалось там встретиться с уважаемыми американскими педиатрами, которые тоже там. Мы вообще были 64 человека такого высокого уровня разного. И я спросила, я говорю, какое ваше отношение? Потому что в США ведь исходили эти данные о аутизме. Вы же вообще такие очень большие сторонники вакцинации. Она говорит, ну это же не на показаниях основано. Это совершенно отрицается. То есть мы... И тогда, конечно, она мне переслала все эти публикации, которые опровергнуты. Уважаемый профессор. То есть, конечно, это по времени может совпасть. Ну посмотрите, когда человек заболел, ну я не знаю, какой-то болезнью, он даже там по носам заболел и попал в больницу, да. Мы спрашиваем, что где был, что ел, что пил, куда путешествовал, да. Это называется эпиданамнезом. Я хочу сказать, что перед заболеванием любой человек в каком-то промежутке времени что-то ел. И сказать, но чтобы доказать, что именно это пюре или, я не знаю, яички были источниками инфекции, да, или, то есть причины заболевания, это надо доказать. И доказа этого нет. Но совпадение может быть, потому что аутизм проявляется в разный период. Но я спросила, а вот детей, у которых аутизм, их надо вакцинировать или нет? Я-то ответ знаю. Они говорят, обязательно, потому что эти дети подвергнуты риску заболеть тяжело инфекционными заболеваниями, той же корью и умереть, или коклюшем умереть. И если гуманное общество, то именно детей и с аутизмом, и с синдромом Дауна обязательно вакцинируют. Потому что, ну, считают, ну, почему дать, ну, такое, сделать такое, чтобы ребёнок заболел очень тяжело и, скажем, погиб от бактериальной пневмонии после гриппа. Но я вот знаю, если, ну, вообще такая прививка тема, конечно, она бесконечна, нам нужно потихонечку заканчивать. Но я, насколько знаю, в каждых странах свой регламент о том, как делается вакцинация. У нас, например, огромное количество прививок ребёнок получает в возрасте там до полугода даже, до года. Там постоянно какие-то прививки идут. Вот это, скажем, ну, разумно или имеет смысл всё-таки с врачом составлять индивидуальный план для того, чтобы, ну, под конкретным ребёнком подстраиваться? И сразу второй вопрос. Надо ли перед прививкой сдавать анализ крови для того, чтобы увидеть, что у ребёнка нет, например, воспалительного процесса в данный момент? Или нет анемии, например? Или можно делать, и всё в порядке? По волосу можно делать даже с температурой до 38 градусов. И против таких серьёзных инфекций, как полиомиелит, вакцинационные компании делаются, и бесплатные вакцины в Африке даётся детям, и только измеряется температура. Если до 38 градусов, можно делать. Но что касается... То есть анализ крови ни в какой мере. А почему в первом году жизни? Потому что если мама была вакцинирована по календарю, потому что сейчас уже я хочу сказать, что фактически календари европейских стран, они очень похожи. Я в своё время руководила советом по вакцинации. Это общественные советы, где собирались специалисты, и мы делали давление на государство, чтобы детям всё лучшее. Поэтому у нас такие же вакцины. Ну, сейчас совсем в Евросоюзе, конечно. Но, тем не менее, у нас календарь, у нас не хватает, я бы сказала, менингококковой инфекции. Нам ещё надо добавить вакцинационный календарь. Но почему в первом году жизни? Потому что мама трансплацентарно отдаёт свои антитела. В том числе, например, сейчас, если вакцинирована просили гриппа, значит, ребёнок имеет. Но это готовые антитела, белковые структуры. А в крови ферменты, которые их разлагают. И поэтому надо, чтобы ребёнок выработал свои антитела. И Максимум, он же совершенно стерильный при рождении, и он постепенно встречается с микробами. А если он с патогенами, те, которые вызывают заболевания, и у него нет специфического иммунитета, он стопроцентно заболеет. То есть, ну, в зависимости, как будет болеть, легко, средне, тяжело. Тяжело – это зависит от многих факторов. Поэтому очень важно именно в первом году жизни, потому что те от мамы, они уже постепенно закончились, и он должен иметь свои. Тут нам нужно заканчивать. Но ещё вот вопросы посыпались. Нужно ли сбивать высокую температуру? Очень волнуется слушатель. Температуру до 38 градусов можно и не сбивать, если человек хорошо себя чувствует. А бывает так, что 39 с лишним, а человек говорит, я хорошо переношу эту температуру. Человек может быть и хорошо, даже эйфория, а его клетки нет. Температуру выше 38 обязательно надо сбивать. Почему? Потому что в клетках не проходит полный обмен веществ до образования кислорода и выдыхаемого углекислого газа и воды. И накапливаются кислые продукты. И погибает клетка, метаболистически погибает. И эпителиальные клетки, и эндотелиальные, самые разные. То есть обязательно надо температуру выше 38 градусов сбивать, вне зависимости от того, как переносит человек. Спасибо огромное. К сожалению, вопросов много, времени мало. Байба Розентала сегодня была у нас в гостях. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Всё, не болейте. Не болейте. А мы продолжаем наш эфир после небольшой паузы.